В эфире телеканал ЛРТ программы «Итоги» в студии Мария Антонова. Здравствуйте! Вначале коротко о том, чем запомнилась эта уходящая неделя. В округе прошли последние звонки. Какими их увидели корреспонденты, узнаем. Предотвратили несчастный случай. Сотрудники МОЗ «Облпошспаса» спасли трехлетнюю девочку. Духовные родники Подмосковья. Ежегодная конференция вновь прошла в муниципалитете. Оплата одним касанием. Проезд в Люберцах теперь можно оплатить картой. Библиотеки пустуют или нет? Наш корреспондент спросил у жителей, знают ли они дорогу к хранилищам книг. Ну что же, эта неделя была по-своему особенной. В школах округа прошли последние звонки. И начнем мы наш выпуск именно с этих новостей. Прощание со школьной партой. Для более чем 1200 люберецких выпускников прозвенели последние звонки. Праздничные мероприятия прошли во всех общеобразовательных учреждениях округа. Наша съемочная группа посетила в этот день гимназию номер 16. С каким настроением уже бывшие воспитанники интереса покидают стены учебного заведения, узнавала наша съемочная группа. Так же, как 11 лет назад, когда впервые переступали школьный порог. Старшеклассники пришли в этот день в гимназию вместе с родителями. Но сейчас для них наступило время прощаться с самой беззаботной и счастливой страницей в своей жизни. Итак, приказ номер 108 от 25 мая 2018 года о допуске к итоговой аттестации учащихся 11 классов гимназии номер 16 интерес. В этом году гимназия номер 16 выпускает два профильных класса – гуманитарный и медицинский. Стены учебного заведения покидают 40 юношей и девушек. Двое выпускников претендуют на получение медалей за особые успехи в учебе. Каждый последний звонок, он как первый. Для учителей он каждый раз как первый. Потому что один раз выпускается класс, один раз выпускаются такие прекрасные ваши дети. И в этот день мне хочется, дорогие ребята, пожелать вам всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов. Помимо руководства города и коллектива гимназии, свои поздравления выразила генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. Она пожелала ребятам достижения всех целей и намеченных планов. Главное – поставить цель. И главное – трудиться, идти к этой цели. И, конечно же, постоянно учиться. А выпускники, в свою очередь, приготовили для гостей развлекательные номера. Не остались в стороне и родители. Мамы уже бывших гимназистов преподнесли сладкие и творческие подарки. Клятва выпускника, традиционный школьный вальс и последний прощальный звонок. Впереди у этих ребят серьёзные испытания. Сдача экзаменов, а затем вступление в новую, уже взрослую жизнь. В конце мая школы традиционно проводят линейки. Последний звонок прозведнял для 11-ти классников из 54-й школы посёлка Октябрьский. Для выпускников это начало новой взрослой жизни. Приехал поздравить молодых людей и их родителей глава округа Владимир Ружицкий. Белый фартук и белые банты у девушек – строгий костюм у юношей. Торжественный наряд завершает ленточка на перевес надписью «Выпускник-2018». 11-ти классники Октябрьской школы номер 54 готовятся услышать свой последний звонок. У меня довольно смешанные чувства по этому поводу. Я всё равно чувствую печаль, знаете, о том, что он, все мои друзья, ну или просто одноклассники, они разбегутся кто куда. Но я всё равно думаю, что человеку нельзя стоять на месте, ему нужно развиваться дальше. Приехал поздравить выпускников глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий. Завершается учебный год. Традиционно звучит последний звонок для выпускников. И это где-то грустно, где-то печально. Это волнительный день. И сегодня я искренне хочу выразить благодарность учителям, потому что вы приложили усилия, свои знания, энергию. 11-ти классников поздравила также Виктория Балаховская, начальник управления опеки попечительства по городскому округу Люберцы. Она зачитала ребятам письмо от министра образования Московской области Марины Захаровой. Все школьные годы звонок приглашал вас на уроки и на перемены. И вот теперь он возвещает перемену, но не между уроками, перемену в жизни. Перемены ждут не только выпускников 11-х классов, но и 9-ти классников. Кто-то продолжит обучение в колледжах и техникумах, кто-то, как Валерия Афанасьева, останется в школе. В первую очередь я поступлю сначала в 10-й класс, пойду, закончу 11-й и поступлю в педагогический. Помимо пожеланий, выпускники получили ценный совет по выбору профессии. Век, так скажем, или эпоха юристов, экономистов, она, мягко выражаясь, проходит. Стране нужны люди, которые способны что-то делать и руками, и головой. И хотел бы, чтобы родители при выборе специальности своих детей тоже объективно отнеслись к сложившейся ситуации. До выбора профиля обучения еще целое лето. А пока последний звонок приглашает выпускников на их последний школьный урок. Почти 600 юнош и десятиклассников со всего Люберецкого округа изучат основы армейской службы. Торжественное открытие учебно-полевых сборов состоялось в школе номер 10. На праздники присутствовали представители администрации округа и ветераны. В школе номер 10 поселка Калинина состоялось традиционное открытие учебно-полевых сборов для десятиклассников. В течение недели 586 юношам предстоит освоить навыки военной службы. Это традиционное мероприятие, потому что учебно-полевые сборы включены в учебный план основ безопасности жизни и деятельности в раздел начальной военной подготовки. Открытие военно-полевых сборов прошло в торжественной обстановке. Творческие номера младших школьников и показательное выступление кадетов по единоборствам – лишь небольшая часть праздничной программы. Поздравили юных защитников Отечества, представителей администрации Люберецкого округа, а также председатель Совета ветеранов поселка Калинина Николай Волков. Просьба к вам. Будьте внимательны и старайтесь выполнять. Мне нравятся все те ребята, которые дисциплинированы. Дисциплине и другим премудростям военного дела ребята будут учиться целую неделю на базе среднеобразовательных школ. Сборы проходят на базе каждой общеобразовательной организации. Приходят они к восьми утра и занимаются, как я сказала, в течение восьми часов. Конечно же, предусмотрено время для того, чтобы позавтракать, пообедать. И занятия есть аудиторного фонда, и есть занятия на стадионе по погодным условиям. В завершении учебной недели десятиклассники сдадут зачет. Успешная его сдача – условия перевода юноши в одиннадцатый класс. Отмечу, что препятствием для прохождения учебно-полевых сборов является неудовлетворительное состояние здоровья школьника. В этом случае молодой человек освоит лишь теоретические основы военной науки, а в сентябре его ждет экзамен. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Своё трёхсотлетие Люберецкая полиция провела в стенах одной из школ города Люберцы. Стражи порядка организовали для учеников настоящий праздник и провели персональные занятия физкультуры. Так, вы готовы приступить к разминке? Да! Начинаем с первой группы. Необычное занятие физкультуры прошло в одиннадцатой школе. Дело в том, что учителями стали сотрудники полиции. Да, под таким надзором не расслабишься. В будущем это пригодится, поскольку физический труд развивает и структуру мышления, улучшает кровообращение и поднимает в целом тонус на целый день. Как признаются стражи порядка, чтобы стать не только красивыми, сильными, но и здоровыми, спортом нужно заниматься с молодым. Ребята признаются, что проведением такого насыщенного и увлекательного урока остались довольны. Мне очень понравилось отжимание, просто на физре не всегда такое бывает. Приехали ребята и показали нам мастер-класс, как правильно заниматься. Занимались, подтягивались, занял первое место, 9 раз подтянулся. А чтобы занятия прошли еще интереснее, для всех присутствующих выступили солистки школы-студии «Геометрия успеха». Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А теперь перейдем к наболевшей теме общественного порядка. Госадомтехнадзор выявляет нарушение чистоты в частном секторе. Малаховка и Краскова вновь попали под прицел сотрудников ведомства. В рейд с ними выехала и наша съемочная группа, чтобы проверить, есть ли изменения в работе по отношению к прошлому году. Сейчас мы с вами двигаемся по Красковскому шоссе. Это одна из наиболее проблемных моментов было в городском поселении Малаховка. То есть вот на этом перекрестке был навал мусора у нас. Сейчас мы с вами следующий увидим. И также проследован в сторону Малаховского шоссе. И там мы тоже посмотрим, что у нас произошло. Навалы мусора в частных секторах. Знакомая многим проблема. Борьбу с жителями, которые не платят за вывоз мусора, но выносят его куда захочется, началась с конца 2017 года. И это уже дало свои результаты. В настоящее время, как мы с вами видим, ситуация выровнена. Жалобы перестали поступать. Данная ситуация достигла своего результата в связи с тем, что были все-таки установлены новые контейнерные площадки, переустроены старые площадки. И места проездные были демонтированы. Договор на вывоз мусора должны заключить все жители того или иного частного сектора. Стоимость за эту услугу варьируется от площади жилья. Например, житель Малаховки Константин Чуланов платит за уборку мусора около 250 рублей. Контейнерную площадку у них установили с конца лета прошлого года. Единственное, что могу сказать, конечно, она установлена, где Петропавловский парк. И Петропавловский парк, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки сотрудники обратили, что кидают иногда пакеты за контейнерную площадку. Или собаки разносят, кошки разносят. Вот, конечно, прилегающую территорию, чтобы тоже обращали внимание. А так, в принципе, мы, жители, очень довольны то, что сделали для нас. По сравнению с прошлым годом, по словам сотрудника Госаднотехнадзора, стало намного чище. Но все равно без нарушений тоже не обошлось. Сейчас мы с вами находимся на Красковском шоссе. И вот выявили наличие переполненной контейнерной площадки. Сейчас мы с вами видим, что производится работа по уборке и вывозу мусора. Вот эта контейнерная площадка, она предусмотрена для сбора и накопления мусора с данного частного сектора. То есть определенное количество домов. В связи с тем, что эта контейнерная площадка находится рядом с проезжей частью, то, скорее всего, жители, которые не имеют договоров на вывоз мусора, везут сюда. И вот она переполняется. Договора на вывоз мусора нет, но отходы все равно выбрасывают. Для таких жителей предусмотрено наказание в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей. А за ненадлежащее состояние контейнерной площадки от 50 до 150 тысяч. Но это уже вопрос не к жителям, а муниципалитету, либо организации, которым они переданы на обслуживание. Если жители пускают на свою территорию, соседи выкидывают им мусор, вот им понравится этот вопрос. Так же и с муниципальной землей. Если каждый житель будет заключить договор, то будут просчитаны нормы накопления отходов, будут надлежащим образом обустроены контейнерные площадки, будут достаточное количество контейнеров. И уже переполнения, какое мы с вами видели, его не будет. Отмечу также, появилось нововведение. Сейчас часть полномочий в области чистоты и порядка переданы административно-техническим комиссиям, которые основаны на базе администрации муниципалитета. Александра Томи, Мария Антонова, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Круглый стол провела комиссия по информационной политике округа. Вопросы местного самоуправления обсудили гражданские активисты, депутаты, а также члены общественной палаты и муниципалитета. Все подробности в нашем следующем сюжете. Главным вопросом повестки стало взаимодействие общественной палаты с гражданскими активистами и общественными организациями в вопросах развития местного самоуправления. Так, недавно на Совете депутатов округа приняли нормативные акты, в числе которых был документ по развитию и созданию территориально-общественного самоуправления, ТОСов. Именно этому вопросу уделили большое внимание. Действительно, то решение, которое принял Совет депутатов по созданию ТОСов, реальных органов местного самоуправления, он довольно-таки болезненный, интересный. И мы должны понимать, если эта конструкция будет реализована, как она будет реализована, какой будет контроль за этой реализацией, чтобы это не уходило в деструктив. Это действительно очень важная, сложная тема. И при создании подобных органов мы должны опираться уже на опробированный опыт в нашей стране, если такой существует. Если нет, нужно изучать опыт других государств, где это было. Во время беседы участники круглого стола отметили, что вопрос о создании ТОСов спорный, поэтому мнения о их необходимости разделились. Где та ячейка, где существует необходимость создания ТОСов, она где? Где такая потребность существует? Если по принципу жилищному у нас есть ТСЖ, у нас есть МКД. Все-таки, да, мы, наверное, склоняемся к тому, что это жилье. Но в жилье нет такой. Я еще раз сказала, что, наверное, даже те новостройки, которые и микрорайон Красная Горка, и самолет, проблемы все решаются без этих ТОСов. Ну, взаимодействие просто надо налаживать. В целом, по итогам круглого стола, его участники определили для себя ряд вопросов для дальнейшей работы. Принято решение, что необходимо провести мониторинг необходимости и желания на разных территориях округа создания ТОСов. Плюс провести расширенные слушания при общественной палате по этой теме. Как отметил Рустам Хансферов, на расширенные слушания пригласят уже и жителей поселков, депутатов, членов общественной палаты, а также активистов. Такое решение приняли для детальной проработки вопроса. Мария Антонова, Александр Осиев, телеканал ЛРТ. Следующий сюжет как напоминание для тех, кто хочет реализовать свои проекты и помочь обществу. Подать заявку на свой проект, выиграть в конкурсе и получить весомую денежную премию может каждый. Только нужно поторопиться. До окончания приема заявок на соискание премии губернатора Московской области «Наши Подмосковья» осталось чуть меньше недели. 31 мая заканчивается подача заявок на проекты по четырем категориям – инициатива, команда, объединение и сообщество. А уже 13 июня стартует защита работ в муниципалитетах. Заявители должны представить свои проекты лично. Презентация авторами – обязательный этап конкурса на присуждение премий. Затем проекты проанализируют профильные эксперты, их оценит Совет по присуждению ежегодных премий, а уже в сентябре состоится церемония награждения лауреатов. Напомним, за пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек. Денежную премию до 500 тысяч рублей получили 10 тысяч лауреатов. Сотрудники МОЗ «Облпошспаса» предотвратили несчастный случай в Октябрьском. Недавно они спасли трехлетнюю девочку, которая находилась дома без присмотра. На подоконнике седьмого этажа ее обнаружили соседи. Наш корреспондент Луиза Игиазарян встретилась со старшим сменой, чтобы узнать подробности происшествия. Бригаду спасателей вызвали бдительные местные жители, которые обнаружили ребенка на опасном объекте. Через полторы минуты на указанный адрес прибыли сотрудники 232-й пожарно-спасательной части. Когда уже мы подъехали на место, мы увидели, что вот здесь на седьмом этаже, на подоконнике сидит ребенок. Старший сменый Махач Исмаилов принял решение не вскрывать квартиру, чтобы не напугать ребенка. Спасать девочку пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Доступ к окну дали жители девятого этажа. Спасатель Коноплев, я его отделал специальное оборудование, привезел веревки к себе, сделал ему страховку. И, соответственно, он по веревкам с помощью альпинистского снаряжения спустился на седьмой этаж, к боку как бы подошел к ней, чтобы девочка не испугалась. И как бы подошел, начал сразу с ней общаться, разговаривать, чтобы она не растерялась. И уже вместе с ней зашел домой. Кроме ребенка в квартире никого не оказалось. Как выяснилось позже, девочку оставила без присмотра старшая сестра. Пока она спустилась на пару минут в магазин, трехлетняя Кристина с помощью стула взобралась на подоконник и самостоятельно открыла окно. К счастью, благодаря грамотным действиям спасателей у этой истории оказался счастливый конец. Мама, она просто была в шоке. Она даже не понимала, что делать, что говорить. Она просто была в шоке. Об этом случае рассказали на еженедельном оперативном совещании в администрации. Быстро и грамотно сработали, слаженно. Я считаю, это героические действия. И очень быстро коллектив сработал. Сами же спасатели, как всегда, героями себя не считают. Говорят, работа у нас такая. И в очередной раз советуют родителям не оставлять детей одних без присмотра. Луизия Игазарян, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Конец учебного года традиционно связан с призами, которые получают школьники за участие в соревнованиях и олимпиадах. В управлении образованием Люберецкого округа прошла церемония награждения победителей конкурсов по теме противопожарной безопасности. Как творческий подход работает в привитии детям осторожного обращения с огнем, узнал наш корреспондент. Рисунки, поделки, исследовательские работы. На протяжении учебного года школьники выполняли творческие проекты по теме противопожарной безопасности. Участвовали в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. И в преддверии летних каникул прошло традиционное награждение победителей. Этот комплекс всех мероприятий позволил нам на сегодняшний день собрать детей, которые стали победителями, призерами, и соответственно отблагодарить их и поздравить, конечно, с такими замечательными результатами. Цель конкурсов – привитие детям основ противопожарной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях. Каждый ребенок по-своему рассказывает о важности соблюдения осторожности при обращении с огнем. Девятилетний Андрей Муравьев нарисовал героев русских народных сказок и занял первое место. Бабы и Гарриныч играли со спичками, и это плохо. Другой аспект профилактики пожаров – это воспитание в семье. Такой мотив использовала в своей работе Валерия Тропина. Я представила семью, сидящую у камина, рисовала достаточно долго и заняла второе место. Поле для творчества никто не ограничивал. Поэтому пятиклассник Глеб Звянин взялся за сложную, но интересную тему для исследовательского проекта. Я предоставляла на научно-практическую конференцию работу, проект, точнее, который назывался «Пожарно-четовчанной ситуации в космосе». Многие работы ребят сделаны на таком высоком уровне, что их отправили на областные конкурсы. Это мотивирует школьников участвовать в проектах из года в год. Они, в свою очередь, приобщают одноклассников к теме профилактики пожаров. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Дзержинском впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей микроавтобусов. В нем приняли участие сотрудники 10 компаний-перевозчиков. На специальной тренировочной площадке им пришлось преодолеть несколько испытаний. Подробности далее. Необычный, но полезный конкурс профессионального мастерства начался с регистрации и медицинского осмотра. Состояние здоровья всех водителей оказалось удовлетворительным. Но на некоторых немного сказывается волнение перед состязанием. Немножко волнуетесь. 145 на 75. Ну, конечно, волнение. Но все хорошо. А уже потом на тренировочной площадке водителям напомнили о правилах оказания первой медицинской помощи. На специальном манекене участникам конкурса показали, как правильно делать массаж сердца и искусственное дыхание. Два вдоха и 15 нажимов на грудную клетку. Перед тем, как приступить к выполнению заданий, участникам в очередной раз напомнили, с какой целью проводится этот конкурс. Еще в советские времена такие мероприятия были неотъемлемой частью работы транспортного предприятия. Звание «Лучший водитель» давало право на прибавку к зарплате. Вот и сейчас принято решение возрождать старые добрые традиции. Те водители, которые занимали первые места, они еще в своих звеньях, отрядах становились водителями-наставниками. И они потом обучали молодых водителей, и это будет тоже сейчас внедряться, обучать молодых водителей правильному вождению, безопасному, безаварийному вождению. Безопасное и безаварийное вождение общественного транспорта действительно тема актуальная. Несмотря на то, что на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД на 12% снизилось количество аварий с участием автобусов и маршруток, количественный показатель остается довольно высоким. Огромное количество маршрутов, огромное количество перевозимых пассажиров, но, к сожалению, пока показатель травматизма оставляет желать лучшего. Ну, наверное, это мероприятие, которое в этой сфере и позволит, в общем-то, что-то, я думаю, в лучшую сторону изменить. Проверка знаний дорожного движения, основ медицинской помощи, маневрирования и устранения технической неисправности. На каждом этапе конкурса выявили лучших водителей. Стоит отметить, что подготовка к соревнованиям началась еще полгода назад. Хотя, как отмечают участники, каждый выход на рейс – это и есть работа над самосовершенствованием. Как правило, тренировки проходят каждый день. Все-таки пассажиров возим, поэтому ответственность большая. Так что, в принципе, это со стажем все приходит. Последний раз подобный конкурс водительского мастерства проходил 4 года назад. Отныне мероприятие станет ежегодным. Для этих целей будут выделены средства из муниципального бюджета. Анна Троян, Луиза Егизарян и Александр Дегурко. Телеканал ЛРТ. Оплата одним касанием. Отныне жители городского округа Люберцы могут оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактным способом. Об этом сообщает пресс-служба администрации, ссылаясь на начальника управления транспорта и безопасности дорожного движения Сергея Плитова. Пассажиру достаточно поднести банковскую карту или смартфон к мобильному терминалу. И оплата, согласно тарифу перевозчика, мгновенно спишется со счета. Воспользоваться этим новшество можно на тех транспортных средствах, на борту которых размещен стикер Сбербанк. К оплате доступны активированные банковские карты платежных систем Мастеркард, Виза и Мир. А также персональные устройства, оснащенные технологией бесконтактной оплаты. Для пассажиров очень удобно. В данный момент я стрелкой пользуюсь. Как бы не очень пока. Ну, лично мое мнение, не очень доверяю безопасности пока. Нормальное явление, нормальное. Женщины сейчас я... Я-то мелочью пользуюсь. А женщины нормально оплатили. Все хорошо. Может быть, в транспорте, конечно, это и удобно. Но все-таки у людей должны быть деньги, а не карточки. Я просто не доверяю этим карточкам. Удобно, конечно. Но если молодежь, она, конечно, везде спешит, куда-то бегом бегут вечно. Это да, для них. На сегодняшний день подобными терминалами оборудованы все автобусы МОСТ-Трансавта. А уже к концу мая расплатиться бесконтактным способом можно будет во всех транспортных средствах Люберец. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах избрали делегатов на внеочередную конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Она состоится 15 июня текущего года в Мособлдуме. Кому доверили представлять городской округ на масштабном мероприятии, узнаем далее в сюжете. На повестке дня у Люберецких единороссов всего лишь один, но важный вопрос – выборы делегатов на внеочередную конференцию областного отделения партии. Ранее на полицовете они рассматривали достойных кандидатов. В итоге на голосование было выдвинуто 6 человек. Анна Зайцева, Владимир Беловодский, Дмитрий Кристинин, Юрий Байдуков, Сергей Беляев и Дмитрий Дениско. Единогласным решением представители партии утвердили этот список. «От нас по статусу областного полицовета 7 человек. Это Антоновый, Владимир Петрович Ружицкий и другие люди Каханы, Игорь Валерьевич. От своего отделения избираем сегодня 6 еще дополнительно делегатов. Итого у нас будет участвовать в областной конференции 13 делегатов». После процедуры открытого голосования слово предоставили депутатам Московской областной думы. Игорь Каханы вручил от имени Лидии Антоновой благодарственное письмо секретарю местного отделения партии Владимиру Ружицкому. «За высокие результаты в работе местного отделения партии городского округа Люберцы по итогам рейтинга местных отделений». Напомню, внеочередная конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» состоится 15 июня. Главной темой собрания станет выдвижение кандидата на пост главы столичного региона. И продолжаю тему конференций. Традиционная майская конференция «Духовные родники Подмосковья» прошла в Люберцах. Участие в ней приняли учителя и ученики общеобразовательных учреждений со всей Московской области. А также владыка ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский совместно с министром образования Подмосковья и главой Люберецкого округа. Верность и вера – эти темы стали главными на открытом уроке в этом году. В преддверии праздника Дня славянской письменности «Духовные родники Подмосковья» стали уже традиционным событием. Кстати, в Люберцах эту конференцию провели также не в первый раз. Когда есть подобные мероприятия, когда подобные мероприятия проводятся у нас в Люберцах, то это нас обогащает, нас мобилизует. Мы каким-то образом пытаемся немножко подтянуться, принять, естественно, гостей, как любая хозяйка в доме. Но это дает возможность еще немножко соприкоснуться с тем, чему посвящено сегодняшнее мероприятие. Нравственные ценности и будущее человечества в этом году – именно это стало главной темой конференции. На ней выступили с докладами о воспитании детей в семье Николая II, об исследовании иконы «Богоматерь Владимирская», а также рассказали о книге «Доброделы. Ненравственные ценности в жизни человека». Ее создали специально для этой конференции. И выходит по словам апостола Павла, что если нет добрых дел веры, ибо дело без веры, если нет добрых дел, то нет веры, потому что вера без дел мертва. Вот исходя из заповеди Христа, христиане определяли цель и ценности жизни. Это и есть содержание первого раздела книги. Участники конференции отметили ее работу плодотворной. Также своими впечатлениями о ней поделился митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. У меня было такое впечатление, что это богослужение, потому что прохватило меня до слез. Настолько глубинное сейчас сотрудничество между церковью и образованием, что мы по существу в таких доступных формах предлагаем детям и миру великие евангельские образы и учения. После конференции со взрослыми делегация переместилась на открытый урок с детьми. В Большом зале Дворца спорта «Триумф» собрались школьники со всей Московской области. Нам есть чем с вами гордиться и есть кого брать пример. Рука об руку сработничают в Московской области образование и Московской епархии Русской Православной Церкви. И все наши открытые уроки сегодня в таком большом количестве всегда говорят о добре и о умении этим добром поделиться с человеком, который находится рядом с тобой. Темами открытого урока стали «Верность и вера». Для всех гостей мероприятия подготовили представление, где главными героями стали воспитанники киноклуба, в котором дети рассуждали о вечных ценностях. Главные участники занятия – школьники – поделились своими впечатлениями от этого урока. Я считаю, что важно устраивать такие мероприятия. Они помогают детям понять важные вещи в своей жизни и развить свою душу, чтобы понять, как жить дальше, что важно реально в жизни и что правильнее делать. Отмечу, помимо школьников и учителей, участие в работе конференции принимали руководители православных школ Московской области, а также представители Московской епархии Русской Православной Церкви. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры прошла торжественная церемония награждения школьников, призеров Олимпиад и конкурсов, которые проходили на протяжении всего учебного года. На мероприятии «Звездочки-2018» собрались действительно звездные ребята. Это отметил и Владимир Ужицкий, который поздравил подростков. Биология, иностранные языки, избирательное право, физическая культура – это неполный список предметов, по которым во время всего учебного года люберецкие школьники участвовали в Олимпиадах. Ребята, показавшие лучшие результаты, приехали во Дворец культуры, чтобы получить заслуженные награды на торжественной церемонии «Звездочки-2018». Сегодня мы чествуем тех, кто побеждал в Олимпиадах и районных, городских, областных, кто достиг определенных побед в спорте. Мы чествуем тех, кто занимается творческой деятельностью, и здесь такие есть. Поэтому, конечно же, это сегодня ваши первые шаги, но они вам помогут в последующем. Лучших из лучших наградили на сцене. Для них пели и танцевали творческие коллективы. Десятиклассница Анна Дорохова поднялась на сцену дважды. Мечтает стать тренером по художественной гимнастике. Наша школа, школа номер 8, заняла второе место в ГТО. А также я стала победителем муниципального этапа Олимпиады по физической культуре. Конечно, все с трудом, но мы же готовимся, поэтому все хорошо. Потому что без упорства невозможно ничего достичь. Упорство, целеустремленность, преодоление себя – такое наставление получили школьники от всех наставников. Ведь самое сложное – не просто добиться успеха, но суметь его приумножить. Ваше счастливое будущее, оно зависит напрямую от неустанного труда. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Поднимайтесь смело в гору, всегда идите в гору. Покоряйте любые вершины, вам это по плечу. Еще одна звездочка на Люберецком небосклоне – десятиклассник Данила Сысоев. Он сумел за две недели освоить биологию на уровне, который позволил ему попасть в двадцатку победителей муниципального конкурса. Олимпиада по биологии, она происходила в два этапа в городе Мятище. Первый этап был тестовый, там нужно было решать тестовые задания. А второй этап – там это практические задания были. Люберцы – родина не только эрудитов, но и территория спорта. Свои награды получили и ребята, принявшие участие в Кубке ГТО. Первые места в различных категориях заняли 16-я, 41-я, 43-я гимназии, 47-я школа и 12-й лицей. Как у вас всегда, вчера не спорят, а завтра мы большие люди. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. «Дети одной планеты» – вечер под таким названием прошел в культурно-досуговом центре «Союз» Малаховки. Уже на протяжении восьми лет фестиваль собирает представителей всех национальных религиозных организаций округа, а также просто гостей, желающих отдохнуть и провести время с пользой. Ведь главная цель мероприятия – рассказать об особенностях нашего многонационального народа. Все национальные и религиозные организации Люберецкого округа стали главными участниками вечера «Дружбы народов». Их представители выступили с номерами, которые раскрывали самобытность каждой культуры. Они приезжают со своими творческими коллективами и предлагаем зрителю немножко прикоснуться к культуре других стран, других национальностей. Это очень интересно и это очень важно, потому что свою культуру надо знать обязательно, но также нужно знать и культуру тех национальностей, которые живут рядом с нами, относиться к ними дружелюбно и терпимо. С каждым годом гостей и участников фестиваля становится больше. В этом их общее количество достигло более 500. Екатерина Дегтярева – председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям округа. Особое внимание обратила на многообразие народов, проживающих на территории муниципалитета. В Люберецком округе у нас представлено как минимум шесть национально-культурных автономий. Это у нас и еврейская, и армянская, и азербайджанская, татарская, белорусская, мордовская. Ну и, конечно же, русские мы тоже здесь в большинстве своем представлены. Я хочу, чтобы такие мероприятия проходили, конечно же, чаще. И наша добрососедская дружба народов пусть будет всегда. Так через национальные песни и танцы выступающие погружали гостей в самобытный мир своих культур. Ну и без просто зажигательных танцев концерт в честь дружбы народов тоже не обошелся. Напомню, всего в России проживает 193 народности. А, например, в Подмосковье их представлено 140. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А теперь поговорим про новости спорта. День массового футбола прошел в Люберцах. Спортсмены разных возрастов и клубов показали свое мастерство, несмотря на непогоду. Поддержать футболистов пришел и Владимир Ружицкий. А также за ходом игры наблюдала наша съемочная группа. Шесть футбольных команд вышли на поле стадиона «Торпеда», чтобы показать все, на что способны. Семен Мурсалимов занимается в Люберецкой команде «Звезда» уже на протяжении шести лет. По три-четыре раза в неделю он посещает тренировки, чтобы добиться высоких результатов. О том, почему он выбрал именно футбол, говорит уверенно. Всящим я интересовалась этим видом спорта, и мне потом со временем уже тоже начал нравиться этот вид спорта. Никогда неизвестно, как ты сыграешь. Ты можешь вести с крупным счетом, и потом через несколько уже минут может быть счет равный. Я постараюсь как можно лучше развиваться, стараться прибавлять во всех аспектах футбола и постараюсь стать футболистом. В игре с командой «Торпеда» его сборная победила со счетом 5-0. Поболеть и поддержать игроков пришел и глава округа Владимир Ружицкий. Вы, ребята, молодцы, потому что, вот если вы, вы же сильнее своих сверстников, как вы думаете? Ну, конечно, да, чего сомневаться. Да, потому что вы на поле бегаете, мышцы тренируете, спортом занимаетесь. А будете подрастать, вы 100% будете сильнее других. В день массового футбола на поле вышли игроки разных возрастов. Так, две команды Люберецкой любительской лиги также поддержали всероссийскую футбольную акцию. И такой интерес, по словам Владимира Суркова, оправдан. Как сказал Владимир Петрович Ружицкий, то есть самый массовый спорт – это футбол у нас. У нас играют футбол, начиная со дворов и заканчивая уже всеми нашими стадионами. Самое крупное наше футбольное отделение – это, конечно, футбольный клуб «Звезда» и комплексная спортивная школа, которая выступает на Первенской области, также на районных соревнованиях во всех возрастах. Впервые день массового футбола прошел в 2011 году и был приурочен к финальному матчу Лиги чемпионов в Москве. А уже позже стал общероссийским движением. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Впервые за много лет в Люберцах появилась женская команда по футболу. Уже совсем скоро девочкам предстоит защитить честь родного города на серьезных соревнованиях. Владимир Ружицкий встретился с футболистками на стадионе «Торпеда». Пять раз в неделю по полтора часа в день – такой режим тренировок у начинающих футболисток. Но, как признаются девочки, это щадящая нагрузка, ведь многие из них пришли в спорт, уже умея владеть мячом. Мужчины считают, что футбол – не женский вид спорта. Однако эти девочки доказывают обратное. Уже сейчас они могут дать фору любому парню. 17 девушек из разных школ города Люберца решили посвятить свою жизнь этому далеко не легкому виду спорта. Команда образовалась в ноябре 2017 года. Состав формировался через отбор, но попробовать мог любой желающий. Что для вас футбол? Футбол – это для меня самое главное в моей жизни, потому что я играю в футбол где-то с пятого класса, наверное, с мальчиками во дворе. В первую очередь это сила, потому что занятия футболом повышают физическую подготовку у человека. Мне просто интересно играть, потому что я раньше играла на улице и решила просто заняться для себя, для интереса. Вот отсюда начинается риск футбол. Он всегда начинается из раздевалки. Вот насколько вы себе позволяете там быть собранным, настолько у вас будет собранная игра. Визитной карточкой команды стала тренер высшей категории Анастасия Блынская. Ранее она была наставником команды Чертанова. За 15 лет педагогического стажа под ее руководством девочки становились победителями первенства России и первенства Москвы по футболу среди спортивных школ. Вообще задача может стать самой высокой. Самая высокая задача в женском футболе – это Лига чемпионов. Оттуда выходят две команды из высшего дивизиона. На сегодняшний момент в высшем дивизионе Чемпионата России играет 8 команд. Ни одной команды из Московской области там нет. Именно слюберится Анастасия Блынская пытается поднять женский футбол. Основной упор в работе она делает на технические навыки, без которых невозможна серьезная игра. Встретился с командой «Торпеда» глава округа Владимир Ружицкий. Чуть потренируемся? Да. Вы обыграете пацанов? Да. А? Да. Конечно обыграем. Вопрос. Хорошо. Молодцы. 8 августа состоится первая домашняя игра. Это начальный сезон для команды. Поэтому поддержка зрителей юным футболисткам очень важна. Девочки надеются, что земляки поддержат их. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А теперь о старой доброй традиции. Сдай макулатуру, спаси дерево. Под таким девизом прошла акция по сбору старой бумаги в Люберцах. О важности сбережения ресурсов расскажет наш корреспондент. В Люберцах прошла акция по сбору бумажной ветоши «Переработка». Ее девиз «Сдай макулатуру, спаси дерево» – не пустые слова. Данная акция прививает к людям бережное отношение к природе, к чистоте нашей территории, к ресурсу сбережения. Ведь, как мы знаем, что одна тонна макулатуры спасает 18 деревьев. На акцию по сбору макулатуры Люберчане приносят исписанные тетрадки, ненужные учебники, старые журналы и газеты. Акция проходит два раза в год – весной и осенью. Собранная старая бумага отправляется на переработку, где ей дают вторую жизнь в печатных изданиях и предметах обихода. В данной акции у нас принимало большое активное участие это общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения, муниципальные школы. Я хочу сказать и выразить всем, всему населению, наверное, всем нашим детям большое спасибо за такое активное участие в данной акции. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 27 мая в России отмечают День библиотек. Сегодня для привлечения читателей книжные храмы предлагают посетителям много интерактивных мероприятий, мастер-классов и квестов. В преддверии профессионального праздника Люберецкие библиотекари рассказали о работе, об истории учреждений и поделились планами на будущее. Библиотека Бригантина основана в 1937 году, а в 1960-м получила помещение на улице Мира и статус Центральной детской библиотеки. Заведующая методикой библиографическим отделом Наталья Никитина показала нашей съемочной группе архивные фотографии и рассказала об истории учреждения. Вот первые дети, которые теперь уже сами, я даже не знаю, мамы, может, бабушки даже, которые ходят со своими детьми в нашу библиотеку. Сегодня Бригантина – настоящий центр детского творчества. Помимо богатого художественного книжного фонда, в здании библиотеки каждый ребенок может найти себе занятие по душе. У нас клубная работа ведется в библиотеке. Клубы очень хорошие. У нас театральный клуб отзанимался. Авиамодельный, чудесный. У нас великолепный преподаватель, который с мальчишками, девчонками. У нас там девочка одна делает. Просто великолепный. Лучше мальчишек. А еще патчворкинг, шитье, рисование. Кроме постоянных клубов по интересам, библиотека приглашает детей на мастер-классы. Для взрослых люберчан Бригантина тоже готовит интересные и полезные занятия. Например, обучение компьютерной грамотности. Ведь идти в ногу со временем – основной принцип работы центральной детской библиотеки. Из-за этого гости книжкиного дома оставляют только положительные отзывы. Большое спасибо за познавательный рассказ о жизни Гагарина. Узнали много-много интересного. Весной 2017 года отметила свой 90-летний юбилей центральная библиотека имени Сергея Есенина. Ее директор Алла Карпенко работает здесь уже 30 лет. Она, как никто другой, знает, что библиотека – это не просто стеллажи с книгами. Библиотека – это не только книга. Библиотека – это, прежде всего, еще люди, для которых мы работаем. А вот общение с человеком и с книгой – это вот интересное. В своей работе Есенинка старается ориентироваться на молодежь, ее потребности и увлечения. В библиотеке уже реорганизовали пространство, сделали полюбившиеся молодыми люберчанами зоны с удобными креслами и столиками. Мы переоборудовали залы, сделали такие, я их называю, карманы, которые нравятся молодежи. Вот они приходят, садятся здесь в кресло, общаются друг с другом, сидят иногда часами. Библиотека Есенина стала для люберчан центром культуры и творчества. Уже много лет подряд здесь работают клубы по рисованию, бардовской песни, литературно-вокальные вечера. Кроме того, Есенинка регулярно проводит творческие встречи поэтов и художников округа. Наполнены светом, добрую и любовью. За десятилетия работы в библиотеке Алла Карпенко собрала архив из фотографий и газетных статей, в которых упоминается Есенинка. Он хранится как семейный альбом, с любовью и трепетом. По признанию библиотекарей, такое отношение к книгам, знаниям, литературе и притягивает читателей даже в век девайсов и интернета. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И в продолжение темы. В советское время библиотеки пользовались большим спросом, поскольку только там можно было найти новые издания и необходимую информацию, а также популярные книги для чтения. Порой читателю приходилось ждать месяцами необходимую литературу. А пользуются ли сейчас люди услугами библиотеки? Давайте узнаем. Скажите, как пройти библиотеку? Здесь нет библиотек рядом. Я лично знаю только одну библиотеку, и это туда именно. Ну, честно говоря, я и не знаю, где сейчас ближайшая библиотека. Библиотека ближайшая находится, можно сказать, 15 минут отсюда. Называется она Есенина, центральная библиотека. Когда вы в последний раз были в библиотеке? Ну, наверное, студенческие годы, когда училась. Сейчас уже не хожу точно. Когда в шестом классе, мы нас классом специально отправили в библиотеку, чтобы рассказать о музыканте Бахе. Я читаю книгу в интернете, либо скачиваю, поэтому я не хожу в библиотеки. Нужны ли библиотеки в наше время? Обязательно. Обязательно. Это самая доступная вещь, как библиотека. Во-первых, еще хоть ее сделаю бесплатно. Вот сейчас нет. Сейчас вы видите, дети какие растут. Они не читают, никто не читает. В настоящий момент книги заменяют электронные, например, книжки. И библиотека, мне кажется, не пользуется сейчас такой популярностью, как раньше. Я считаю, что да, так как больше все-таки приятнее трогать книгу. А почему, если вам приятнее трогать книгу, вы не ходите в библиотеку? Сложный вопрос. Да, ситуация печальна. Печатные здания все более отходят на второй план, уступая место электронным аналогам. Но, несмотря на это, для многих библиотеки остаются чем-то гораздо большим, чем просто хранилищами книг. Это место с особой непередаваемой атмосферой. Кроме того, только здесь и по сей день можно найти те редкие здания, которые не печатают в электронном виде. Вот такой мы увидели эту уходящую неделю. Информационная служба ЛРТ продолжает следить за развитием событий. О самом интересном из жизни округа расскажем уже в следующих выпусках. Всем хороших выходных и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова